кто смотрит нас регулярно мы рассказали совсем недавно что привезли в наш ассортимент новую сантехнику новый бренд лавине боха пришла сегодня в голову такая мысль сравнить представителя лавине боха унитаз с унитазом от компании грой в грое так тоже наверно многие это имя слышали и смесители сантехника есть в этой компании в ассортименте ну такой скажем самый самый наверное известный бренд широко известный вот новичок лавине боха новичок нашего ассортимента рядом тоже немецкий бренд также как и гроя ну да на просторах нашей страны пока еще наверное не столь известный а значит давайте сравнивать ну вот взяли унитаз лавине боха рядом расположили с унитазом от грое примерно примерно похожего плана дизайна чтобы сравнение было максимально честным что первое с вами видим я сегодня не смогу обойтись без субъективизма без своих личных точек зрения на тави на эти вещи вот если говорить об эстетике вариант от лавине боха слева нравится мне больше нравится больше потому что с точки зрения пропорций высоты бачка и сиденья видите это примерно одинаково такой получается высота и длина и мне это нравится да у варианта рядом бачок на мой взгляд такой немножко заниженный грубоватый такой лишь лишенный изящества вот хотелось бы изящество то в сантехнике виде да если мы хотим красивый унитаз то это важно значит нравится мне варианте лавине боха отсутствие вот это вот подбородка который есть угро и поэтому здесь тоже вот мои симпатии на стороне этой модели слева нравится мне у обоих модель у обеих модели у обоих унитазов безумно нравится что они очень плотно стоят к стене что сзади нет никаких зазоров не за бачком не за чашей унитаза очень нравится что они оба имеют в данном случае никого из них не выделю вот такую обтекаемую форму ну с чем сравним не вот такую форму вот не такую где есть какие-то загибы-выгибы места для скапливания мусора да здесь вот это сделано здорово очень нравится мне у унитаза лавине боха отсутствие как их каких-либо отверстий по бокам видите я с двух сторон вам показываю отверстий нет у угро и это отверстие есть посмотрим бывают плохие ситуации когда скажешь стороны по дырочке но здесь одна все-таки есть вы наверно улыбнете скажете и ты деревня надо же чтобы было шланг куда подводить атака зачем его подводить снаружи да в данном случае шланг подойдет сзади вот внутри унитаза до закроется со стенками унитаза станка идет сзади но вы опять меня начнете ругать наверное так а что если потоп затоп воду прорвало ну хорошо понятно что для этого случая что вероятно может произойти такое нужно где-то перекрыть воду но зачем ее прикрывать обязательно в этом месте почему нельзя поставить отсекающий кран перекрывающий всю холодную воду где-то в люке в аккуратном лючке где сверху на которой наклеена плитка и все это будет незаметно случилась какая-то беда подошли нажали люк открылся водичку холодную перекрыли спокойно унитаз отодвинули от стены разобрались с возможной протечкой поэтому говоря про наличие или отсутствие отверстий по бокам унитаза однозначно жирный плюс варианту от лови не бог а потому что ну потому что так красиво дальше что мы снаружи еще можем найти по сравнивать да пожалуй снаружи больше сказать не о чем давайте заглянем внутрь заглянем здесь написано что арматура от компании гиберит гиберит это просто монстры в хорошем смысле производителей швейцарии производители арматуры да с очень очень длинной истории непререкаемые лидеры это здорово у компании гроя что внутри что-то на чем написано гроя ну компания серьезная вряд ли это плохая вещь тоже наверное с точки зрения арматуры здесь все одинаково хорошо касательно если вы обратили внимание и в одного втором случае я спокойно беру и рукой открываю крышку до обычно если помните в сантехнике которые мы наверное больше привыкли видеть традиционную кнопка жестко притягивает крышку бачка к унитазу мы об этом говорили в предыдущих роликах рассказах про сантехнику лавинии боха но не только они так делают видите хорошие дорогие люксовые унитазы сейчас и такой общий подход все начали делать это одинаково плюсы какие в теплом помещении стоит унитаз вода холодно начинает набираться в бачок естественно возникает конденсат сверху когда унитаз убираем протираем крышку мы когда не откручиваем здесь со временем накапливается такая бежевая до полосочка пыль налепает на воду это со временем полоса такая с годами становится очень заметно и здесь же при уборке унитаза простое движение протерли а еще приоткрыли забросили туда таблеточку ароматизатора который сейчас продаются магазин бытовой химии получили дополнительно такую такой приятный бонус здесь ну скажем выделить кого-то сложно внутри все хорошо надежно и здорово в бачках что у нас в чашах унитазов происходит здесь мы видим конструкцию унитаза без ободковую ну не совсем без ободковую то есть отсутствие полная ободка выглядит примерно вот так вообще ничего здесь пол ободка осталось но внутри ничего нету это легче убирать это удобнее здесь классическая ободковая комп конструкция да у этого производителя есть и без ободкового унитаза но честно раз мы сравниваем сегодня два конкретных представителя здесь плюс модель от компании игрое за без ободковость по сидениям очень нравится мне что здесь нажал одной рукой второй потянул до сидение компании игрое сделано как нажал двумя руками и непонятно какой конечностью потянул третий сидение вверх то есть по сиденью а вот еще смотрите что смотрите отойду чуть дальше как сидение сделано здесь видите закрыто здесь все открыто не знаю близко ли вам эта проблема у меня среди моих детей есть два мальчика которые пользуются унитазами в нашем доме и мне с точки зрения как это тактичнее сказать с точки зрения эстетики больше нравится как сделано вот так потому что здесь не видно потеков характерного цвета да есть когда здесь это все будет видно все это открыто взор увидите ребята подумали даже наверное и об этом значит что про цены унитаз от компании игрое 213 тысяч тенге унитаз от лавини буха 173 тысяч тенге то есть гроя стоит дороже примерно на 40 тысяч ну имя могу себе позволить это наверное как раз и есть один из аспектов о чем поговорим дальше это про имена компания игрое бренд бренды имеют право ставить цену на себя выше видимо лавини буха пока не считает себя уж очень матерым брендом который может позволить себе любые цены поэтому цена более гуманная в данном случае ну а вообще интересно возникает параллель такой хочется провести до что вот перед нами mercedes заслуженный бренд ну и знаете а это тесла потому что мы дальше будем вам рассказывать многое про что и в лавини буха есть присутствует куча куча интересных нюансиков о которых почему-то вот эта команда германского бренда подумала поделилась этой информацией с нами и мы тоже порядка будем рассказывать вот так эпатажно закончим по сравнению было не гроя лавини буха прямо вот без малого mercedes и tesla и дальше все чтобы будем рассказать про лавини буха вот ассоциируйте с такой вот интересной новационной машинкой